Здравствуйте, дорогие друзья! Пусть каждый день начинается с приятных мелочей и положительных эмоций. С вами программа Куншуах на телеканале Акжаик. На календаре 26 марта, пятница, конец рабочей недели. Спешу вам пожелать плодотворного и активного дня, чтобы он был полон приятных встреч, положительных эмоций и успешно завершенных дел. Сейчас мы с вами послушаем музыкальную композицию, а далее продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день всем тем, кто к нам только присоединился. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тешева Вот нам специалистам Интернационно-биографического отдела Тогда наш отдел так назывался Дала задание И мы пошли в архив Начали все искать Делали запросы И нашли все-таки этот приказ Ну тогда, видимо, был этот Как это? Совет народного депутата, что ли? Я не помню точно Их приказ И этот приказ вышел именно в апреле 61-го года Об открытии этой библиотеки Уральской детской библиотеки Областной А открыла уже она свои двери в октябре Ну, видимо, все это время Пока фонд собирали Пока здание готовили Это же все сразу не бывает И все-таки мы взяли Исходя из этого приказа Из этого документа, который хранится в архиве Мы взяли 2 апреля за день нашего рождения Рождение нашей библиотеки И уже позже Тоже в ноябре, осенью 67-го года Начала работать в городе Она была как городская открыта Юношеская библиотека Уральская юношеская библиотека Просто без имени, без ничего Директором этой библиотеки была назначена Железнинская Роза Федосеевна Молодой специалист, очень энергичная И хочется отметить, что Прямо с первых дней Эта юношеская библиотека была Библиотека передового опыта Библиотека отличной работы Всегда они были впереди Энтузиэты Я сама лично ходила в эту библиотеку Старое здание на Темире Масино Когда училась, была студенткой Я даже помню всех этих библиотекарей на лице Участливая альбом Смотрю, думаю, да я их всех знаю И вот И в 88-м году Экспериментально Впервые в республике, хочется отметить Решили эти две библиотеки объединить Ну, как бы, да, эти дети отдельно Юношества отдельно А это решили вместе Была определенная цель Эту цель, я думаю, мы достигли за все это время Время, с поколения, да В первую очередь Дети переходят в подростковый возраст Подростковый, переходят в юношество И так далее, так далее И чтобы им было лучше И нам в работе было легче С ними, как бы, передавать друг другу Вот, кстати, Мария работает с малышами И она их плавно передает в средний отдел Ну, как бы, да В одном здании И интересно, и детям никуда они не ходят А тут же Потом их передают в отдел юношества Там же идет та же работа с ними И вот, в 88-м году После объединения Директором назначили Железнинскую Розу Федосеевну Я чуть-чуть вернусь вперед В 87-м году Валентина Васильевна Иванова Директор 1-й Уральской областной детской библиотеки Ее проводили на пенсию На заслуженный отдых И там вот в год Всего лишь год 87-й и 88-й До объединения Объединение опять у нас было Октябре Вот, как бы, все время осенью, да Назначили Крымской Наталье Израильевну Она работала долгое время Сейчас это имени Жувана Молдоголива библиотека Наша областная главная библиотека А тогда она носила имя Надежды Константиновны Крупской И вот год она проработала Директором детской библиотеки После объединения она у нас стала замом Мы, конечно, объединение было Проходило очень сложно Во-первых, в библиотеке Два коллектива Представьте, вот как это все объединить Но благодаря, да, нашему руководству Росфедосейница могла всех объединить Там же шли не только вопросы Фонд надо было объединять И кадры, да, кто-то был, допустим, заведующим каким-то отделом А тут он просто становится специалистом Но, тем не менее, это все прошло благополучно Без всяких серьезных каких-то проблем Мы объединились, потому что для нас главный был Наши читатели, наши дети Чтобы вот это все не отразилось на них Дети с удовольствием начали ходить Потому что здание, которое нам дали, было очень шикарное Оно шикарное до сих пор Все нам завидуют Находятся в центре города Исторический памятник Большой, двухэтажный, просторный Детям есть где сидеть И почитать, и поиграться, и позаниматься В общем, все условия для них Мы в этом плане все стараемся тоже для них делать И до выхода на пенсию В 1994 году Росфедосейница ушла на пенсию В 1991 году к нам назначают замом Учешева звали Беседовну И вот с 1994 года Она у нас была директором нашим Нашим руководителем Мы все ее... Она и до сих пор с нами работает Правда, вот совсем недавно Мы проводили ее на пенсию Но она от нас не ушла Рядом с нами Наш советчик добрый Делится своими мыслями яркими У нее очень много потенциала И она все это передает нам Сейчас в настоящий момент Вот прям буквально месяц назад У нас директор Амангалиева Ливера Серкеповна Тоже 32 года своей работы Она отдала работе здесь, прослужив И думаем, что это заслужено Потому что столько, как говорится Столько не работает на одном месте Даже вот смотрите Вот по этим, как бы По нашим годам Сколько мы отдаем этой работе Можно понять, да Как каждый из нас любит свою работу Я даже уверена 100% Что и молодежь наша никуда не идет Потому что они всегда на передовой В первую очередь они любят своих читателей Это как минимум 30 поколений Да, да, у нас уже Дети когда-то приводили их бабушки А сейчас они приводят своих детей к нам Понимаете, вот так вот идет И вот с 88 года Мы работаем здесь С 94 года под руководством Звайды Беседовны Было столько, много интересных проектов Столько было работы Не раз и постоянно отмечали нас И на республиканском уровне И так, и в областном И вообще Мы просто любим свою работу Гордимся ею И очень рады, что вот В таком темпе мы пришли К своему 60-летию Да И я еще хотела немножко Прям буквально 2-3 слова Вспомнить наших ветеранов Да, конечно Большое им всем спасибо Кого-то уже нет с нами Кто-то есть Если кто-то сейчас слушает И смотрит нас Мы желаем им большого Крепкого, то есть здоровья Еще на долгие годы Приходите к нам в библиотеку На встречу Хочу их назвать Это в первую очередь Ашгалия Валентина Александровна Толкачева Валентина Ананевна Таушева Гульжан Закировна Ниязова Раиса Усмановна Я сейчас, похоже, могу кого-то не вспомнить Но мы все очень им рады И всех всегда ждем в нашей библиотеке Вспоминаем Обязательно вспоминаем Спасибо большое, Тамара Мухаммеджановна Что рассказали подробно об истории Отметили ветеранов библиотеки Конечно же, по вашему рассказу чувствуется Это дружеская, добрая атмосфера И даже я сама студенткой, приходя в вашу библиотеку Просто наслаждалась этой атмосферой Действительно, спасибо большое Теперь про юбилей Уже на следующей неделе мы отмечаем 60-летие Вот расскажите, какие у вас планы Чего ожидать нашим жителям Нашим жителям области, города Как грандиозные Планы-то у нас были грандиозные, конечно Но, к сожалению, сейчас вот Все вот эти карантинные дела Они, конечно, нам эти планы Пришлось в срочном порядке переделывать Модернизировать уже под онлайн-работу 2 апреля выбранный не случайно Потому что это еще Международный день детской книги День рождения известного сказочника Ганса Христиана Андерсона Это международный всемирный праздник детского чтения В этом году этот праздник приобретает особенное значение Потому что еще и в Республике Казахстан 2021 год объявлен годом поддержки детского и юношеского чтения То есть это наш год И, конечно, мы хотели отметить большой чередой праздников И в библиотеке, и за ее пределами И вот хотели вместе с нашими партнерами Театром Островского сделать большое красивое мероприятие в театре Но, к сожалению, ограничения нам, конечно, вот эти планы изменили Но, тем не менее, мы все сейчас переводим в онлайн-режим То есть с 29 марта у нас традиционная неделя детского и юношеского чтения Она будет Будет только в режиме, значит, онлайн На наших интернет-площадках В Инстаграме, в Фейсбуке Это будут различные тематические мероприятия То есть мы готовим несколько небольших кратковременных проектов Связанных с чтением Мы готовим всевозможные онлайн-квесты Онлайн-выставки Онлайн-поздравления наших читателей и коллег из-за рубежа и Казахстана И много всего интересного Поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями И все будет хорошо Можно я еще добавлю? Спасибо, Слей Будет грандиозный проект Библию Сумерки Мы привлечем читателей, аудиторию Ну, свою я Я работаю с малышами Третий-четвертый класс планируется у нас Грандиозное такое мероприятие Мы представим нашу библиотеку как книжную галактику И дети у нас будут попадать на разные планеты У нас будет планета кино, планета сказок Планета звездная, планета познавательная И на каждой планете их будет ждать особенное задание И в свою очередь хочу сказать, чтобы ребята, их родители подписывались на наши странички И следили за новостями Они, конечно же, не пожалеют Очень увлекательно Да, надеемся, что дети и их родители активно примут участие Может быть, напомните как раз такие социальные сети, где можно будет посмотреть Ну, в инстаграме это... Хамзах Ктапханаса Да White Sparrow OBDU, это от пространства Белой Воробьи Китс OBDU, это именно наша страничка младшего обнимения Библиограф OBDU, это от нашего отдела Да И фейсбук Ну, фейсбук просто набирайте Хамзай Синжан, потом да И сайт нашей библиотеки, официальный сайт Да, фейсбук Костановская областная библиотека Библиотека Студенчество Уральска Ну, ходят они, конечно, сейчас меньше, потому что они в основном же все учатся онлайн, то есть вот крайние два года Но вообще студенты ходят Конечно, понятно, что сейчас много информации в интернете Им, конечно, комфортнее добывать ее где-то в своих аудиториях в институте или по телефону Но есть, конечно, источники, которые не оцифрованы Есть источники, которые не найти в интернете И, конечно, студенты приходят и занимаются в читальных залах И пишут какие-то семинары с РСП Но тут еще, знаете, очень многое зависит от, конечно, преподавателей Вот мы, например, к 60-летию сейчас снимаем фильм юбилейный И мы брали интервью у нашей уральской писательницы Мира Шуиншалиевой И она как раз рассказывала о том, как, будучи студенткой, был такой замечательный у нас преподаватель Серикали Габдешевич Шарабасов Который прям говорил им, так, девочки, сейчас все собираетесь и идете в библиотеку Хамзы Синжанова И там пишете семинары, ищете все И то есть, ну и понятно, что мы его знали хорошо Он нас всех знал, и он там нет-нет приходил, спрашивал Так, девочки, были мои студентки? Были Все отлично, значит, хорошо То есть, конечно, если вот эта связь, которая у нас есть с учителями, и школьными, и университетскими Она не прерывается, то и студенты, соответственно, приходят Да, и студенты просто ходят Да и просто ходят читать Сейчас очень много читают, увлекаются психологией Книг по психологии у нас очень много, очень богатый, хороший, интересный фонд И поэтому студенты... У нас есть отдел комплектования, который занимается комплектованием фонда Вот они изучают все потребности, все запросы наших читателей И даже у нас же тоже есть свой заказ, госзаказ книг, который приходит Вот они сами копаются в интернете и ищут И если хоть одну книгу кто-то попросит из читателя Они изучают, если она подходит по нашему возрасту, статусу нашей библиотеки Обязательно, хоть в единственном экземпляре, она приобретается И, естественно, читатели идут и спрашивают Даже на некоторые не поверите, есть запись в очередь Да, книги Мы сами иногда хотим почитать, но бывает же такое вовлечение тоже И они нам говорят, да, пишут, не всегда получают Кстати, вроде эти книги видел, среди них очень много новых, современных книг Которые действительно в моде, в тренде Которые тяжело, конечно же, купить самим Потому что они дорого Дорогие книги А здесь можно бесплатно прочитать Спасибо большое Здесь еще один вопрос от нашего телезрителя Здравствуйте Проводится ли у вас работа по приобщению детей всех национальностей к чтению книг на казахском языке? Да, на казахском языке, конечно У нас недавно был такой грандиозный проект Именно в моем отделе Читаю вместе с папой Акименбергеокимас На казахском языке У нас двуязычные были, конечно Но в основном присылали на казахском языке И было очень много участников Пап именно, кстати И рассказы, и сказки читали на казахском языке Так что, конечно Мы привлекаем Основная вся работа почти идет на казахском Ну и на русском, конечно Но вот хочется отметить Потому что дети, ближайшие дети почти все Казахские школы, естественно И читатели И поэтому в этом направлении очень большая работа Спасибо за ответы Причем по возрастам Для малышей один Да, для среднего То есть, получается, мероприятие, работа проводится Да, в этом направлении? Да, проводится Конечно Конечно Ну, в принципе, просто Мне кажется, это какой-то такой не очень корректный вопрос В том плане, что Мы живем в Казахстане Как это так? Потому что, во-первых, мы живем в Казахстане На минуточку, если вы не знаете А во-вторых Ну, как бы, для нас же не важна национальность Ребенок, он какой есть Он к нам приходит И если он на каком языке читает Он на том и читает Конечно, мы делаем рекомендации В силу его интересов Но мы же не можем это навязывать Или как-то специально это обозначать Поэтому, конечно Спасибо за подробный уже ответ Здесь еще один вопрос от нашего телезрителя Вопрос к гостям Во времена Союза нас называли Самой читающей стороной в мире Брали книги в библиотеках Выписывали периодику Как думаете, как можно привлечь молодежь к чтению книг сейчас? Раньше хорошие классики трудно было достать А сейчас книг много На разную тематику Красиво оформлены Но все равно мало читают Это надо начинать с родителей Допустим, если родители читают Они привлекают своего ребенка к чтению И приводят его в библиотеку Записываются Постоянно читают А если родителям все равно И они не хотят этого То, в принципе, и ребенок То есть, прививая любовь к книгам Поэтому нужно прививаться с детства И читать своим детям Да, это правильно Потому что я сама свой личный опыт скажу У меня две дочери Они сейчас взрослые Я сама работаю в библиотеке Детство, прям с маленького Я все время их книги, книги Но почему-то они не любили книги А читали периодически журналы Что интересно Они читали, но любили вот журналы Детские журналы, потом подростковые И когда у нее уже были старший класс Они сами пришли Они сами пришли, мне попросили К чтению говорят, да, надо самим Надо их немного подталкивать Как бы направлять Вот правильно говорит Маша Что это все в семье делается В первую очередь Мы же вот, ребенок родился Не можем же пойти к нему домой А нам сейчас, нашим родителям Ну, не всем я не говорю Что все родители такие Но есть Вот вы даже если в автобусе ездите Ну, кто ездит, да Замечаете то, что сидит мама И отдает телефон, допустим, своему ребенку Да, но ты же можешь с этого телефона Пока ты едешь в автобусе Почитать ребенку сказку тоже, да Или там почитать стихи Но этого не делайте То есть обращать внимание на такие мелочи Да Спасибо Поэтому Сергей, как вы считаете? Что вы добавите? Ну, на самом деле Здесь просто такой Немножечко обобщенный вопрос В том плане, что Все равно есть же Вот, например Нельзя всех все равно Грести под одну гребенку Потому что есть, например Люди, которые читают Художественную литературу А есть, которые, например Не читают художественную литературу Но они, так скажем Потребители массовой информации То есть они читают периодику Интернет-ресурсы Журналы, газеты Или, например Читают только специальную литературу По своей профессии Например, медицинскую Но это все равно чтение Но это все равно чтение Все равно потребление информации Да Не просто так сидеть в интернете Конечно Это хорошее Вот это воспоминание О том, что мы были там Самочитающей страной И все такое прочее Но, видите Тут от многих моментов зависит Во-первых, действительно Если это все закладывается в семье Потом школа Очень большой отпечаток накладывает Потому что сейчас Вот, например С молодежью мы работаем Очень часто приходится слушать Что, ой, это неинтересно Это так скучно Все нам рассказывается на уроках То есть бывает Что попадается Не очень вдохновляющий учитель Который не может зажечь Вот в ребенке Эту любовь к чтению И все равно Ну, давайте будем честными Сейчас литература преподается Так же, как она преподавалась 50 лет назад Но так нельзя Время поменялось за 50 лет И люди поменялись И уже как-то по-другому Надо переоценивать Проводить переоценку ценностей Этих литературных произведений Я так думаю Не знаю, как там На самом деле Да, совершенно верно Но это в любом случае Это какие-то Такие нюансы Бывает, что человек Не читает, не читает, не читает И потом бац И вдруг что-то у него Зажглась И в 40 лет Вдруг начинает Пришел в библиотеку работать Да Я зачитала Или приходит, да Работать Ну, то есть Бывают разные ситуации Но во многом Это, конечно, зависит от семьи Хорошо, спасибо Уважаемые телезрители Мы хотели бы еще раз Вам напомнить Что мы работаем В прямом эфире А это значит Что вы можете дозвониться До нас По номеру 28-58-69 Задать свой вопрос Или оставить пожелания Нашим гостям Или оставить свои сообщения На номер ватсап 837-264-15 А сейчас у нас Музыкальная пауза Оставайтесь с нами Музыкальная пауза Орын бөліп маға Бағынна себеп бола Сәтсіздік болар кейде Бөкінде бір ақолған Айтылар шақтығаны Өткелдер алды әлі Сен ойлаған дай болмас Өбірде бәрі-бәрі Арманыз жоқшан қайда Бағын келдер жоқ қайда Мен мұнай қам кесімді Сен қуансан болмайма Арманыз жоқшан қайда Бағын келдер жоқ қайда Мен мұнай қам кесімді Сен қуансан болмайма Болмайма Шарым жоқшан қазалған Есімде алғаш арман Ал біздер бір жүрек біз Жалғанда бірге қалған Ақызып әрбір таңды Бақызып күнді сәнді Болса да қандай сәттір Жалғанда бұл сен мәңгі Арманыз жоқшан қайда Бақыт келдер жоқ қайда Мен мұнай қам кесімді Сен қуансан болмайма Арманыз жоқшан қайда Бақыт келдер жоқ қайда Мен мұнай қам кесімді Сен қуансан болмайма Болмайма Бақыт келдер жоқ қайда Бақыт келдер жоқ қайда Арманыз жоқшан қайда Мен мұнай қам кесімді Сен қуансан болмайма Арманыз жоқшан қайда Бақыт келдер жоқ қайда Бақыт келдер жоқ қайда Сен қуансан болмайма Бақыт келдер жоқ қайда телеканале АКЖАИК. И сегодня у нас в гостях библиотекарь и специалисты библиотеки имени Хамзи Синджанова. Стоит отметить, что в этом году на следующей неделе уже библиотека отмечает свой юбилей, свое 60-летие. И, уважаемые гости, первый вопрос уже, следующий вопрос, да, отмечу. Расскажите, вот какие сейчас проекты у вас реализуются, какие мероприятия проводятся. Вот мы сейчас видим по фотографиям, что это было до карантина. Это до карантина, да. Благостное время, когда, может, каждый день у нас были полные залы. Но мы надеемся, что в скором времени мы к этому вернемся, потому что, на самом деле, наши читатели очень хотят, потому что они приходят все равно. Сейчас, конечно, с ограничениями по записи, в очереди практически, но приходят. Но, конечно, вот спрашивают, звонят все время, пишут о том, что хотелось бы вот снова собираться, потому что для них это интересно, они общаются друг с другом, они показывают себя. То есть это всегда очень хорошее дело для детей. Я вот хотела рассказать, вот наш отдел, отдел Интернационного герой физического обеспечения, больше 10 лет назад еще начал большой проект «Улицы города рассказывает». Он как бы у нас из трех этапов. Первый этап был у нас посвящен тем улицам, тем людям, которые воевали, и им было призвижено звание Героя Советского Союза. И мы встречались на этих улицах с детьми. И вот вообще было интересное начало, особенно интересное, потому что дети ходили, готовились к этой встрече, и вот они ходили, спрашивали у жителей этих улиц, что имя носит его улица, а кто такой. И вот отметить, что многие даже не знали. Герои Советского Союза, допустим, да, имя носит эти улицы данные. А они там называют, не знаю, наверное, революционер какой-то. Да, очень интересный такой проект. Спасибо. Это был у нас первый этап, когда мы ходили по улицам, которые носили имена Героев Советского Союза. Только я вас перебью только, да, Мара Махмеджановна, у нас есть звонок на линии, поэтому о следующих проектах, думаю, после звонка мы с вами вернемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте, я хочу поприветствовать участников передачи, поздравить их с наступающим юбилеем, пожелать побольше благодарных читателей. Да, вот действительно, насколько изменилось время за эти 60 лет. Раньше говорили, что лучший подарок – это книга, хорошая книга. Вот, к сожалению, сейчас мало это ценится, но хотелось бы, чтобы молодежь вернулась к этому изречению такому. И действительно, мы благодарны работникам библиотек, что они доносят до молодого поколения столько много интересного. Дай Бог, чтобы все это было хорошо, и чтобы мы встречались и в театре на театрализованных представлениях, и в библиотеках, и побольше читали и книг, и стихов, и чтобы наша молодежь вдохновлялась вот этим искусством, классикой. Всего доброго всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо за наилучшие такие пожелания. Да, да, приятно. Действительно, правильно все отметил наш телезритель. Еще здесь одно поздравление от нашего телезрителя поступило. Добрый день. Хочу поздравить библиотеку имени Ханзе Синджанова с 60-летием, пожелать дальнейшего процветания. И у меня есть вопрос. Сотрудничаете ли вы с музеями нашей области? Конечно. Вот я как раз об этом и говорю. Когда мы открывали вот эту акцию о героях Советского Союза, открытие у нас было в холле нашей библиотеки, и мы пригласили директора и представителей музея Маншук-Маметова. И вот это прям наглядный, вот прям сразу пример живой, какое у нас идет сотрудничество. И вот она открывала, рассказывала, дети каждый принесли своих героев своих, например, портрет, учащихся 20-й школы принесли, допустим, Ивана Горинько, герой Советского Союза, вот тоже никто не знает его. Тут же все они рассказывали. Вот каждый ближайший школа, все это было так интересно. И с Кривейческим музеем нашим соблазновым постоянно идет контакт, идет сотрудничество. Потому что, ну, во-первых, наша библиотека носит имя Хамда Есен-Жанна, а в их залах, в их хранилищах очень много экспонатов, касающих его жизни, его семьи, и поэтому у нас постоянно не только этих библиотек. Музей экологии рядом с нами через дорогу, вот детей будет, там проходят у них и уроки, и какие-то часы информации, и собеседования, в общем, все-все. Поэтому идет тесное в этом плане. А я продолжу про свои акции. Второй этап у нас был... Я думаю, я ответила нормально? Да, конечно, все верно. А довольна и осталась ответом? Я потом добавлю. Очень надеюсь. Второй этап нашей акции был посвящен литературным, то есть писателям, поэтам. И вот опять же, те улицы, которые носит имя поэта или писателя, там мы встречаемся с детьми, и они рассказывают, рассказывают о его биографии, о его творчестве, читают стихи, если это поэт. Потом, ну, единственное, в связи с карантином, в прошлом году, в 20-м году он у нас прошел в онлайн-режиме. Единственное, учащие в шестой школе смогли подойти к памятнику Габделу и Тукае, потому что он и рядом. Но участвовали зато всего пять детей. Но тем не менее, каждый из них прям рассказал, был довольный. Сейчас детям не хватает общения, они рады каждой встрече. И следующий этап нашей акции будет посвящен общественным, политическим таким деятелям, которые внесли какой-то свой вклад в дело развития нашего города, области. Если есть такие улицы, они, конечно, есть, которые носят имя на этих людей, мы обязательно будем встречаться на этих улицах с детьми, своими читателями. Хочется отметить, вот я же говорила по видео опросу, да? Старшие поколения знали, средние не знали, а дети тоже знали. Интересно. Потому что они ходят в нашу библиотеку. Да-да-да. И действительно мы знакомы, проводим мероприятия, и поэтому они уже как бы не имеют представление. И еще я хотела о своем одном проекте рассказать. Когда вот мы сидели онлайн на карантине, я открыла сама лично, от работы нашего отдела, открыла поэтический клуб «Жиржауха». И я, когда его открывала, немножко побаивалась, потому что я туда привлекла и пригласила детей, начиная прямо с первоклассчиков и кончая студенчеством, так как они тоже наши читатели, тех, кто пишет сам стихи. Ведь много детей, которые пишут, ну не знают, куда-то отправить, может быть, или стесняются, да? Это да. А здесь я им дала как бы волю. И вот в мае месяце, у меня каждую среду выходит этот клуб. Я хочу отметить, наши дети очень талантливы. На казахском, на русском языке, на родном языке, на каком бы языке они ни писали, я имею в виду, что у них у всех есть талант. И вот сейчас я начала уже работать с детьми области. Если до этого были у нас дети из города, присылали свои стихи. Очень много таких интересных работ. Вот каждый может найти нашу, зайти на Инстаграм, открыть этот по средам, каждый среду выходит. Я хочу просто сейчас выразить большую благодарность библиотекарю и учащимся школы гимназии в Альдоровской ориентации. Там вообще талантливые дети. Больше всех они присылали мне свои стихи. Есть такие прям четыре строчки, а есть вообще целые страницы. Какие молодцы. Вот тут талант просто. Я еще раз просто приглашаю наших читателей. Кто захочет, пожалуйста, присылайте. Мы будем все это публиковать всегда. Будет у нас такая обратная связь с вами идти. Будем собирать их. Надеемся, карантин закончится, и они все соберутся в нашей библиотеке авторов своих стихов. Да, мы очень надеемся, что активность повысится детей, и они будут принимать участие в ваших проектах. И спасибо вам, что вы раскрываете таланты, способности детей. Есть у нас еще один вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Какие современные технологии применяются в вашей библиотеке? Ну, мы, конечно, не космический центр у нас особо-то. Но вот в этом году 60-летие первого полета человека в космос. Может быть, какой-нибудь меценат подарит нам какую-нибудь классную аппаратуру, и мы будем ее использовать. Но шутки шутками, но на самом деле у нас есть, конечно, вот не так давно мы получили 3D-принтер. Сейчас мы потихонечку его осваиваем. У нас есть клуб компьютерного моделирования, робототехники, где дети осваивают все вот эти технические моменты. Конечно, это пока еще все такое в развивающемся состоянии. То есть у нас есть тоже планы делать уже что-то, какую-то свою продукцию, может быть, с помощью этого 3D-принтера. Но в этом плане мы так немножечко аккуратно следуем. Вот. А дополнить хотелось бы про музеи, если возможно. Да, конечно. Время позволяет. Мы работаем со всеми музеями. Вот, например, в прошлом году как раз-таки наша библиотека делала видеожурнал литературный при Урале «Мозаика имена лица». Практически во всех музеях мы проводили съемки. Какие-то съемки мы проводили в 2019 году, какие-то в прошлом году, когда вот была возможность. То есть это и Пушкинский музей, и Габриева Тукая, и Емельяна Пугачева. И, конечно, наши такие, ну, постоянные наши партнеры и друзья. Это, конечно, музей «Старый Уральск», вот, который очень нам всегда сильно помогает. И они в этом году отметили 18-летие. Вот. Мы чуть постарше, несмотря на то, что мы для детей и юношества, а они «Старый Уральск». Ну, вот так вот забавно получилось. Там, конечно, и директор музея Геннадий Леонидович, и сотрудник Александр Петрович Елфимов. То есть они нам очень сильно всегда помогают. И вместе мы проводим мероприятия, и какие-то экспонаты для выставок они иногда представляют на временной экспозиции, и книгами всегда помогают. То есть в этом плане у нас... Ну, мы со всеми дружим вообще-то. У нас и международное сотрудничество, если так сказать, ну, не только с музеями же мы сотрудничаем, но и с библиотекарями. Ну, и с музеями других государств мы сотрудничаем в том числе. Вот, например, через наших друзей... Извини, можешь перебить. Через наших друзей, вот, например, музей Шолохова в Даринске, мы познакомились, например, с музеями уже и в Ясной Поляне, например, в Вешенке. Вышли на музей Есенина. То есть у нас достаточно много таких вот контактов. Уж про библиотеки мы вообще не говорим, то есть это саму-саму. Я бы в библиотеках хотела сказать что-то. Ну, я вас перебью. Ну, в принципе, да, мы знаем, что со всеми библиотеками сотрудничаете, то, что с музеями, как вы уже отметили, по вашей работе это видно. Но у нас телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, добрый день. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Оборвалось, к сожалению. Наверное, это было поздравление от нашего телезрителя. И здесь еще один вопрос от нашего телезрителя поступил. Есть ли у вас в фонде самое старое издание? Ну, самое старое издание у нас, по-моему, 1904-1905 года. Конечно, мы храним его как зеницу ока. Да, но фонд редких книг у нас, конечно, есть, но он не настолько, как бы, уникальный. То есть мы же, ну, сравнительно молодая библиотека. Да, поэтому нет, но есть. Вот самое старое, по-моему, 1904 года, то есть остальные это уже 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Но зато у нас, знаете, есть какой фонд? Так. Фонд книг с автографами. Вот это очень много авторов книг, известных писателей, поэтов, которые оставили нам автографы и подарили в библиотеке. Это очень шикарный фонд. Это и наши, местные все практически, и зарубежные. Кто был в библиотеке? Так, спасибо большое. Очень интересно. И думаю, что эти автографы тоже можно будет посмотреть, да? Да, да. Жители нашего города, нашей области. Спасибо. И теперь, коротко, не могли бы вы рассказать, какие теперь планы на будущее, на ближайшее? И можно отметить тоже на ближайшие несколько лет какие планы есть и месяца? Ну, на ближайший год, если вот так брать, то у нас сейчас мы пишем планы и онлайн, и оффлайн, если будем работать. Если говоря о работе с детьми, то планируется проведение грандиозных и онлайн-квестов, и различных викторий, и знакомств с книгами. И, кстати, у нас в этом году будет юбилей Олжаса Сулейменова. К его юбилею тоже будет грандиозное мероприятие проведено. Еще будет проект «Во что играют библиотекари», да, по-моему, у нас будет проходить. Это планируется выпустить такое специальное пособие, где библиотекари наши будут делиться своим опытом работы. Очень интересно. То есть в таком же темпе вы будете работать, да? И, к сожалению, наше эфирное время подходит к своему завершению, поэтому я бы хотела попросить вас сказать свои наилучшие пожелания и посвятить их юбилею вашей библиотеке, и заодно оставить свои пожелания нашим телезрителям. Начинаем так и будем. Давайте. Нашу библиотеку я хочу поздравить с 60-летием, пусть это будет не последний, далеко не последний юбилей. Все поздравления и подарки вы можете присылать нам в библиотеку, мы с удовольствием приветствуем. Адрес, вы знаете. Вы знаете, проспект Назарбаев, 166, дробь 2. Большое желтое здание с белыми колоннами. Конечно, самое главное сейчас здоровье, бодрости духа всему нашему коллективу, нашему новому руководству терпения, удачи. И самое главное помнить, что библиотека 60-летней истории – это уже такое большое количество традиций, которые нам нужно сберечь. И, конечно, привносить что-то новое, интересное. Всем нашим читателям, родителям наших читателей, всем тоже здоровья, бодрости духа. Мы с вами, мы всегда вас помним, любим вас. Вы нас тоже не забывайте, мы это всегда чувствуем. Поэтому вам большое спасибо, счастья, благополучия и до новых встреч в реальности. Спасибо большое. За каждой датой, за каждым юбилеем стоят, конечно же, живые люди. Я хочу поздравить наших ветеранов всех, пожелать им крепкого здоровья. Пусть в их сердцах всегда горит пламя воспоминаний, добрые воспоминания о работе в библиотеке, о нашей библиотеке. Желаю нашему творческому коллективу больших успехов впереди. Пусть никто из них никогда не останавливается, только вперед продвигается. Ну и, конечно, всем нам хороших, веселых, добрых читателей. Пусть их у нас всегда, во все времена будет много, и мы будем прекрасно с ними работать. И всем, всем, всем крепкого здоровья и приумножения всего того, что у них есть, в два, в три раза. И благополучия каждой, каждой семье. Спасибо. В решениях улыбок нам, здоровья, счастья. Пусть наш юбилей запомнится веселыми улыбками, нашими добрыми читателями. Пусть у нас их будет очень много. Всего самого наилучшего вам. Спасибо большое. И вас еще раз поздравляем с юбилеем библиотеку со 60-летием. Пожелаем только процветания и успехов. И, конечно же, как вы уже отмечали, добрых, счастливых и аккуратных читателей. Спасибо вам, что не забывайте, приглашайте нас. Да, конечно же. И не только мы приходим, и детей приводим наших читателей, что для них особенно важно. Потому что это такая поддержка в таком возрасте, вот в детско-юношеском, это, конечно, дорогого стоит. Спасибо вам большое тоже. И вам спасибо, чтобы ваш труд всегда ценили, и чтобы он всегда был почетен. Уважаемые телезрители, спасибо вам, что были с нами. С нами была программа «Каншуах». Пусть книга остается вашим добрым и верным другом. Посещайте библиотеку, наполняйтесь новыми знаниями и развивайтесь. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»